Всем привет! Сегодня я представляю вам Hyundai Tucson 2016 года выпуска Комплектация Comfort 2 литра Стоимость данного автомобиля составляет 1 миллион 520 тысяч рублей Выражаю благодарность автослону Авториал 16 за предоставление данного автомобиля на съемку Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера данного автомобиля Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание Вот такие ключи Абсолютно новый ключ Выкидной кнопки закрыть и открыть Открытие багажника дистанционное Давайте начнем Среднеразмерный кроссовер от Hyundai В этом автомобиле установлено 6 подушек безопасности Двухцветный тканевый салон Эргономичное кресло В этом автомобиле установлен неплохой уплотнитель С каким звуком закрываются двери Глухой хлопок Трехспицевый кожаный мультируль Упоры для больших пальцев И тиснение синими нитками Как видите, очень интересно смотрится Очень пухлый руль Приятный в обхвате Здесь у нас пластиковые вставки под светлый металл Штистепенчатый автомат В этом автомобиле установлен электроусилитель руля Очень легкий руль Гудок Рулевая колонка регулируется Как по высоте, так и по вылету Имеет большие углы хода Удобное положение вы сразу для себя подберете В этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя Сейчас давайте включим фары Противотуманные фары И противотуманный фонарь, а также дальний свет фар Полный электропакет Электрорегулируемые зеркала С подогревом При том они огромные Все зоны хорошо просматриваются Имеется привод к электроскладыванию Незаменимая вещь Особенно на тесных парковках Они довольно быстро складываются и раскладываются Как видите Натральный замок Активация, блокировка задних стекол Со стороны водителя полностью автоматическое стекло На касание опускается и поднимается Кстати, задние стекла опускаются у нас до конца Как видите Очень элегантные ручки Теперь я предлагаю открыть капот И детально рассмотреть экстерьер этого кроссовера Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот В максимальных комплектациях есть панорамная крыша Стикер заводской Очень интересная форма фонарей Противотуманный фонарь Задние датчики парковки Проушин для буксировки Декоративный спойлер Интегрированный стоп-сигнал Декоративный спойлер Литые диски 17 дюймов Размер на шин 225х60 Очень красивые диски Диодные указатели поворота Встроенные в наружные зеркала заднего вида Винк от автомобиля Декоративный спойлер Линзованная оптика Галогеновые фары Светодиодные дневные ходовые огни Противотуманная фара Что касается технической составляющей То здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель Рядная четверка 16-клапанный С темой питания двигателя Распределенный Впрызг топлива Расположение клапанов и распредвала Верхний клапанный С двумя распределительными валами В соответствии экологическим требованиям Евро-5 Расположение двигателя Переднее, поперечное Самый доступный двигатель Объем 1,6 132 лошадиные силы И самый мощный 2 литра 185 лошадиных сил А также на выбор Предлагается Дизельный силовой агрегат Объем 2 литра Мощность 136 лошадиных сил С действием двигателя Объем 2 литра Мощность 150 лошадиных сил Крутящий момент 192 ньютт метров Максимальная скорость Данного автомобиля Составляет 180 км в час Динамика разгона От 0 до 100 км в час За 11,8 Расход топлива В городском цикле Это 11,2 На 100 км в пути В загородном цикле 6,7 Объем топлива Бага составляет 62 литра Привод полный Клиренс 182 мм Тип передней подвески Независимая Пружинная Макферсон Со стабилизатором Поперечной устойчивости Тип задней подвески Независимая Пружинная Многорычажная Передние тормоза Дисковые Вентилируемые Задние тормоза Дисковые Снаряженная Масса данного кроссовера Составляет 1571 кг Полная масса 2130 кг Объем Багажного отделения Составляет 488 литров Если сложить Пинки задних сидений То он увеличится И будет составлять 1478 литров Длина данного кроссовера Составляет 4475 мм Ширина 1850 мм Высота 1660 мм И колесная база 2670 мм Сборка данной модели Осуществляется В Чехии Основные конкуренты Этого автомобиля Это Kia Sportage Ford Kuga А также Volkswagen Tiguan Nissan Qashqai Mitsubishi ISX Toyota RAV4 И Mazda CX-5 3 марта 2015 года На Женевском автосалоне Было представлено Третье поколение Hyundai Tucson Соответственно Продажи автомобиля В России Начались В ноябре 2015 года А вообще Этот компактный Кроссовер Называется По имени Города Tucson В штате Аризона КОНЕЦ Теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. К самой интересной части, высокочастотные динамики аудиосистемы, основные динамики, мягкий кожаный подлокотник, подсветка дверей, вещевой отсек, рекомендации по давлениям в шинах. Соответственно, у водителя и у пассажира механические регулировки по высоте, продольной регулировки, спинка сидения и электрорегулировки, поясничный подпор по двум направлениям. У сидений достаточно удобный профиль, небольшая боковая поддержка, регулируемые подколовники, ремни безопасности. Здесь, кстати, для коленей, для ног мягкие накладки, как видите. Предохранители находятся вот здесь. педальный узел, модуль ОБД для диагностики, отключение системы динамической стабилизации ЕСП, загорается индикатор, регулирование яркости подсветки приборов и регулирование угла наклона фар при загрузке автомобиля, чтобы не ослеплять встречные автомобили. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для двухлитрового силового агрегата определенно неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На холостых оборотах его едва слышно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никаких вибраций в салон автомобиля не проникает. Очень даже неплохо звучит. Управление светом и поворотниками. Управление стеклоочистителями, в том числе задним. Здесь у нас управление, соответственно, это голосовые команды, управление аудиосистемой, прибавить и убавить звук, еще различные подфункции, кнопки принятия и отмены вызова для телефона и посредством Bluetooth-связи. Вы можете соединить телефон и звонить, а также прослушивать потоковые аудиофайлы. Здесь у нас установки для круиз-контроля и управление бортовым компьютером. Различные настройки для бортового компьютера. Это дверь, соответственно. Давайте сейчас все просмотрим. Авторазблокировка, блокировка и так далее. Затем это освещение. Интервал обслуживания. Можно задать дополнительные функции. Как видите, здесь их много. Притом сокращение не очень понятное. Но во всем, я думаю, разобраться можно. Настройки по умолчанию. Нет. Сброс на заводские настройки. Тема-то текущий и средний расход топлива. Сейчас он неправильный. Средняя скорость. Сколько вы пробыли в пути. Цифровой спидометр. В общем, эту систему довольно легко использовать. И еще под меню датчик давления в шинах. Вот в таком режиме все отображается. Перемещение по подменю и основное меню. По тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки, они сделаны с приятным усилием. К ним очень приятно прикасаться. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки. Здесь в основном применяется твердый пластик. Идеальная подгонка деталей для корейского кроссовера. Сложно, действительно, очень сложно к чему-то придраться. Здесь еще, кстати, все в пленке, не отклеили. Это абсолютно новый автомобиль. Аудиосистема 6 динамиков, 2 высокочастотных. В принципе, для штатной аудиосистемы неплохое звучание. Кнопка включения и отключения, прибавить и убавить звук. Небольшой дисплей, радио, медиа, управление телефоном. Здесь еще настройки различные для дисплея. Соответственно, это настройки для звука, низкие и высокие частоты. Настройки для системы. Сейчас еще здесь, видите, не отклеили пленку. Я тоже не буду ее отклеивать. Здесь дневной и ночной режим для дисплея, отключение дисплея. Тут основное меню, прокрутка текста и так далее. Очень легкий в использовании мультимедийный центр. Еще будут дисплеи в максимальных комплектациях. Они просто огромные, с навигацией, с камерой заднего вида. Здесь вот 6 станций, продублированы некоторые кнопки. Надпись Bluetooth, прокрутка текста. Сейчас я соединил флешку. Медиафайлы отображаются. Настройки для дисплея. Давайте, наверное, немножко пробуем просмотреть. Информация о песне. То есть о треке. Настройка для звука. Низкие и высокие частоты. Еще различные функции для системы. Язык. В общем, вполне такая занимательная система. Сейчас я изменил язык на русский. Система перезагрузится. В принципе, все готово. Еще раз давайте посмотрим. Это дисплей. Затем звук. Часы. Настройка для часов. Система. Телефон. И так далее. Очень удобная в использовании система. В этом автомобиле установлен двузонный автоматический климат-контроль с салонным фильтром. Он защищает вас от пыльцы и пыли. Регулировка потока воздуха. Надпись Clean Air. То есть это чистый, практически альпийский воздух у вас в автомобиле. Регулировка для температуры. Притом она имеет ход в полградуса для водителя, для пассажира. Автоматический режим. Кнопка Sync. Это отдельные настройки, индивидуальные для пассажира. Отключение, активация кондиционера. Регулировка потока воздуха. Различные зоны. Ноги, лицо и так далее. Подогрев руля. Здесь установлен. Это незаменимая вещь. Особенно зимой. Оба руля очень быстро нагреваются. Подогрев сидений. Три ступеньки для водителя и для пассажира. Высокое, среднее, низкое и отключение. Передний, задний обогрев стекол. Рециркуляция. И подогрев сидений для пассажира. Все очень просто, лаконично. Здесь у нас розетка на 12 вольт. Вход USB и AUX. Также прикуриватель. Вещевой отсек. Резиновый коврик. Спортивный режим. Здесь у нас кнопка Drive Mode. Загорается индикатор Sport. Как видите. Помощь при спуске. Автомобиль поддерживает скорость определенную. Здесь у нас загорается индикатор. Помощь при спуске. Блокировка межосевого дифференциала. Также у нас горит индикатор. И отключение датчиков парковки. Допустим, если вы что-то буксируете, чтобы они, соответственно, не пищали. Два стаканика здесь предусмотрены. Крепельница. Ручник довольно легкий. Шестиступенчатый автомат. В кожаной оплетке сам селектор. Активируются задние датчики парковки. Режим Reverse. Задняя передача. Также имеется ручное переключение. Плюс, соответственно, передача выше. И минус передача ниже. Я бы хотел отметить, что это довольно расторопный автомат. Все передачи перещелкивает очень быстро. Обычный гидротрансформатор. В принципе, вполне надежный. При грамотной эксплуатации. Нужно успевать менять масло каждые 70-80 тысяч. И будет вам счастье определенно. Здесь у нас кожаный подлокотник. Вещевой отсек предусмотрен. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. И также здесь предусмотрен компас, как видите. Контейнер для очков. Он обит тканью. Микрофоны для hands-free. Подсветка. Штурманский свет. Солнцезащитные козырьки. Макияжные зеркала. Здесь еще расширители есть. Макияжные зеркала. Они с подсветкой. Держатель для карт. При закрытии подсветка автоматически гаснет. Очень удобная вещь. Со стороны пассажира предупреждение. И в принципе все то же самое. Поручни утоплены в крышу. Я считаю, что у этого автомобиля не очень хорошая обзорность. Особенно назад. Но в принципе есть задние датчики парковки. И еще в максимальных комплектациях есть камеры заднего вида. Кстати, еще вот эти стоки немного ограничивают обзорность. У этого автомобиля высокая посадка. Довольно уютный, приятный салон. Да, я еще заметил некоторые нюансы в этом автомобиле. Например, бардачок, который открывается плавно. Он просто так брякает и падает. Уже что-то очень интересное. И таких вот мелочей здесь очень много. В первую очередь, наверное, очень приятных мелочей. Я считаю, что каждый для себя в этом автомобиле найдет что-то новое. Откроет что-то интересное. В этом автомобиле установлена напольная педаль газа. Количество опций в этом автомобиле просто бесчисленное. Разбегаются глаза. Откроет что-то интересное. 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 Продолжение следует... Геометрия посадки как для водителя, так и для пассажира сверхудобная. Просто запрыгнул и поехал, это определенно. С точки зрения эргономики здесь все очень хорошо продумано и организовано. Необходимые кнопки управления продублированы на рулевом колесе. То есть это прибавить и убавить звук. И голосовое управление. Пожалуйста, произнесите команду. Помощь. Помощь. Вы можете произнести произвольный выбор папки. Произвольный выбор из всего повторить. Повторить папку, копировать информацию или общую информацию. Пожалуйста, произнесите команду. Отмена. Честно скажу, конечно, голос не очень приятный. Есть голосовые системы, которые намного лучше справляются с своей задачей. Но, тем не менее, вот такая голосовая система, она работает. Помогает вам это определенно. Следующий момент, который меня очень порадовал в этом автомобиле. Зеркала. Зеркала огромные. Хорошо все настраиваете. Они с подогревом. Поэтому проблем с обзорностью не должно быть. Единственный момент, который немножко меня расстраивает. Это, наверное, все-таки качество отделочных материалов в некоторых местах. Потому что вот здесь он более-менее такой качественный, податливый пластик. Мягкий. Здесь он уже почему-то твердый. Здесь он тоже твердый. В целом, конечно, для такого автомобиля именно за такую цену неплохо. Но хотелось бы намного лучше видеть качество пластика. Здесь все приборы очень легко считываются. Лаконичная приборная панель. Что, безусловно, радует, это гарантия на этот автомобиль. Расширенная у Hyundai. И, конечно же, межсервисный интервал автомобиля. Теперь я предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Вот такая индикация о том, что открыта дверь у нас. Очень интересная анимация. Предлагаю переместиться на второй ряд сидений. Сейчас под свой рост я отодвину приблизительно. Вот так бы я, наверное, сел. Если бы я сел сам за собой, температура за бортом отображается. И пробег у нас, как видите, 29 километров. Это абсолютно новый автомобиль. Вот так бы я, наверное, сел. Если бы я приблизительно сел сам за собой. Давайте заглушим двигатель. Тут еще предоставляется информация. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. И вот у нас еще здесь предупреждение. В общем, приятный салон во всех отношениях. Да и вообще я считаю, что архитектура приборной панели здесь хорошо продумана. Такие слои. Первый слой, второй, третий. Очень интересные дизайнерские решения в этом автомобиле применяются. Лучок бензобака. Держатель для крышки. Кстати, я обратил внимание на то, что нет, соответственно, рычажка на месте водителя, чтобы открыть лючок бензобака и, соответственно, открыть крышку багажника. Здесь, я боюсь, придется испачкаться, потому что приходится вот так нажимать и открывать. В этом автомобиле установлен детский замок, фиксатор в два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также мягкий подлокотник. На материалах отделки здесь никому имели определенно. Стеклоподъемник. Второй ряд сидений очень легко складывается. Здесь у нас рычаг. Таким образом, практически вровень с полом, образуется ровная площадка для погрузки вещей. Крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Регулируемые подголовники. А также второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел. Второй ряд сидений. Посадка достаточно удобная. Вещевые сетки здесь с обеих сторон. В прямом росте в 188 сантиметров. Сколько еще места в ногах остается? Достаточно над головой еще очень много места. Здесь у нас находится вешалка. Дополнительная еще вешалка. Боковые подушки безопасности. Дефлекторы обдува для второго ряда сидений. Небольшой центральный тоннель. Откидной центральный подлокотник. Он мягкий. Два подстаканника. Ремень безопасности для третьего пассажира, который будет находиться посередине. Как я уже отмечал, обзорность назад все-таки не очень. Подсветка салона. Если смотреть в профиль, довольно массивное сидение. Очень интересный интерьер Hyundai Tucson. И вы знаете, второй ряд сидений он в меру мягкий, в меру жесткий. Золотая середина, я думаю. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Ремень безопасности для третьего пассажира. Крышка багажника высоко поднимается. Шторка для того, чтобы закрыть вещи. Антивандальная. А здесь у нас находится вешалка, которая выдерживает 3 килограмма. Розетка на 12 вольт. Подсветка. Крючки для крепления багажной сетки. Здесь своеобразный такой органайзер. Полноразмерная запаска. Как видите, вещевой отсек, домкраты, инструменты. Вот так все трансформируется. Фальшпол предусмотрен. В этом плане я считаю, что корейцы молодцы. Каждый миллиметр пространства используют с каким-то, я не знаю, трепетом, тщательной проработкой. И вот здесь две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Так, еще забыл, я вам продемонстрировать. Демонстрировать с этой стороны, в принципе, все то же самое, как видите, для складывания спинок второго ряда. Со стороны пассажира, конечно, немного поскромничали корейцы. Нет регулировки по высоте, поясничного подпора, регулировка спинки и продольные регулировки. Вот, в принципе, и все. Надпись TUSAN. Пожалели, думаю, определенно пожалели алюминиевые накладки. Здесь у нас такой вещевой карман небольшой. Бардачок, к сожалению, принудительно нельзя закрыть на ключ. Он довольно вместительный. Здесь у нас руководство по эксплуатации автомобиля. И охлаждаемый бардачок посредством кондиционера. Закинули сюда летом напитки. И будет вам счастье, определенно. Все очень солидно. Вот, посмотрите, какая книжка. Это же прям война и мир. Просто обалдеть. Посмотрите. Толщина книги. Руководство по эксплуатации. Вообще просто. Надо было, я не знаю, как это на три части, на четыре части, что ли, разбить. Потому что нереальная книжка. На досуге нужно часами, конечно, если есть время это читать. Здесь есть все. Мыслимое и немыслимое. Да уж, Hyundai точно удивил. Это просто какой-то кирпич. Прямо такое ощущение, что это руководство по эксплуатации на Mercedes-Benz W222. Самый высокотехнологичный. Или, я не знаю, на Audi A8, BMW 7 серии. Сейчас мы ее. Так, обратно положим. И держатель для ручки у нас здесь. В принципе, мне автомобиль за эту цену понравился. Определенно. Здесь нет раздражающих факторов. Он придется по душе семьянину. Также молодежь по достоинству оценит этот автомобиль. Я думаю, он, безусловно, понравится представительницам прекрасного пола. Он очень практичный, просторный. Цепкие тормоза мне понравились. Очень интересное рулевое управление. Работа двигателя. Работа климатической системы. Много таких элегантных штрихов. Вставки под, соответственно, хром. Практически на каждой детали. В общем, за свои деньги очень даже достойный южнокорейский кроссовер. По моему мнению, с хорошим соотношением цена-качество. Достойный вариант. На этом обзор Hyundai Tucson 2016 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok